Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Я уже начал посев семян томатов. Вот я вам покажу. Это мой парничок. Я уже показывал вам позапрошлом году, как я сею томаты в парничок. Я это делаю в первых числах апреля. Стараюсь вообще смотреть по погоде. Ну вот в этом году первые, вторые и третье апреля у меня эти дни буду сеять томатики. Вот вчера я первый день посеял и вот сегодня. Вот на сегодня я уже высеял 100 сортов. Вот видите, у меня возле каждого сорта есть такая этикетка с дерева делаю, чтобы не покупать, не тратить деньги. Вот такая вот. Сейчас я вам покажу поближе. Есть у меня. Вот. Обычная с доски. Такую застрогал трафареточку. На ней маркером написал циферку. Тут 102. Это будет 102 сорт по очереди. И вот. Видите, я здесь высеваю. Это уже присыпал землей. И вот сами семена, смотрите. Не обязательно придерживаться расстояния какого-то. Здесь очень широко. Вот так просеял семена. И они себе будут хорошо расти. Листья разложат сюда и сюда. В парнике места достаточно для томатов. Вот, как видите, это один сорт посеян. Вот. Ну и здесь больше 50 семян. 50-60 семян одного сорта. Вот какого-то чуть меньше. Здесь где-то 40 семян. Разного сорта. Надо по-разному семян. Ну вот. Здесь у меня 100 сортов. Это рассада, которую я выращиваю в парнике. Есть у меня еще рассада на подоконнике. Я вам покажу в следующем видео. Какая она уже. Вот сегодня у нас 2 апреля. Давайте 3 апреля я вам сниму, покажу, какая рассада на подоконнике. То есть, вот вы видите, 2 апреля семена только сею в парник. И завтра выйдет видео 3 апреля. Посмотрите, какая уже на подоконнике. И что я хочу еще сегодня показать вам. Это рассказать вот. У меня есть в стаканчиках огурчики и кабачки. Я их садил в начале марта. Это огурчики и кабачки, которые я буду выращивать под пленкой в теплице. Вот на 2 апреля у меня вот такие огурчики. Смотрите, уже есть два больших листочка. Вот третий и четвертый уже выходят. Смотрите, какой корень. Выращиваю, кстати, в обычных пластиковых стаканчиках. Это стаканчик, по-моему, не 200 граммовый, а 180 граммовый. Они чуть дешевле. Продаются они в ФОЗе. Они очень дешевые, эти стаканчики. Если их брать пачкой 100 штук. Их не жалко потом выкинуть и разрезать. И вот у нас на 4 и 5 апреля передают заморозки. Я уже хотел их вот сегодня-завтра высадить в теплицу. Но у нас передают заморозки. Огурчик боится заморозков. Под пленкой тоже будет холодно. И, возможно, даже если я не буду ее отапливать, может быть там ноль или минус, и он пропадет. Поэтому пока что пересаживать в теплицу эти огурчики я не буду. А, как видите, в стаканчик уже... Ну, еще он тут себя чувствует нормально. Но вот смотрите, как корни сплелись. В принципе, пару дней можно продержать его в стаканчике. Но я решил их пересадить, эти огурчики. Вот такие горшочки побольше. Смотрите, вот горшочек. Горшочек побольше пересажу. И вот кабачок. Кабачок первоначально я высадил в большой. Это, наверное, девятка, если не ошибаюсь. Горшочек 9 сантиметров в диаметр. Кабачок вообще уже вот такой большой. Тоже ему уже тесно в этом тоже стаканчике. Кабачок я решил пересадить тоже чуть больше стаканчик. Вот, двенадцатку. Итак, первым мы пересадим огурчик. Вот, смотрите, я вам покажу. Стаканчик, как я говорил, он недорогой. И его не жалко. Будет выкинуть, поэтому достать, чтобы без проблем не повредить корень. Я вот так разрезаю. Вот видите, я порезал. И потом просто вот так разрываю. Ну, одной рукой оно неудобно. Двумя руками это все делается очень просто. Вот, смотрите, вы поняли, как разрываю. И вот так по кругу полностью прорываю до самого низа. И вот сразу вам покажу. Я уже один разорвал и вытянул стаканчик. Вот готовый огурчик для пересадки. Смотрите, какой корень. Красивый. Ну, тут еще есть место ему, где расти. Ну, я его пересаживаю в стаканчик побольше. Просто стаканчик на дно положил, там, сантиметр земельки. Его так установил. И вот эту часть земли я просто беру с парника землю. Это всякие корни. Ну, ничего страшного, если что-то попадется такое. Вот просто обсыпаю. Видите? И, в принципе, пересадка произошла. Засыпаем наверху землю. Даже можно вот так. Просыпали, не утрамбовывая. Берем водичку. Вот так полили. Оно сейчас водичкой землю притопчет. И будет все нормально. Вот огурчик, в принципе, пересажен. Земля чуть сядет. И будет нормально. Так же самый кабачок. Стаканчик. Вот я вытянул. Смотрите, какой корень. Тот, что побольше. Положил туда земельку. Кабачок положили. Землю взяли. Присыпали. И он уже будет расти. Ему будет больше места для корня. Он будет чуть лучше развиваться. Будет крупнее. Хорошо себя будет чувствовать. Емкости побольше. Ну, вот так вот и происходит пересадка огурчика или кабачка. Вот мы засыпали землей. Или правильно, почвой. Какая разница. Вот так пролили. И у нас кабачок пересаживаем. И так проделаем со всеми вот этими огурчиками и кабачками. И таким способом мы сможем, корень будет, будет место в корне расти куда. И мы сможем спокойно их держать дальше в комнате на подоконнике. Не пересаживаем пока в теплицу. И вот в таком горшке, когда пересадили, даже 2 недели ему будет, а то и 3 недели. Будет место корню куда расти. И вот сюда он будет развиваться. Ему будет больше места. Можно спокойно не переживать, что в теплице они у вас пропадут от заморозков. Теплицу не надо отапливать. Это все расход. Ставить буржуйку. Это все дрова. Ставить какой-то камин. Или тепловентилятор. Тоже это все расходы электроэнергии. Если это буржуйка, надо всю ночь сидеть, подкладывать, топить, не спать. Зачем? Если можно, если у вас есть стаканчики какие-то, можно бутылку пластиковую обрезать, 2-х литровую. Вот это примерно диаметр 2-х литровой бутылки. Такой стаканчик. Туда пересадить, емкость побольше. И он спокойно будет еще себе расти. Достаточно долго. Я же говорю, 2 недели он свободно может сидеть в вот таком горшке. Будет расти и проблем с ним не будет. Он не начнет болеть, не начнет он останавливаться в росте. Он продолжит расти. Вот в таком стаканчике. Так что, если вы тоже посадили огурчики, кабачки, и вот хотите на днях их высадить, а передают холод, заморозки, поэтому лучше вот так пересадить и подержите в доме. В доме тепло и не замерзнет он. И не надо вам будет ночевать в теплице, топить в теплице, тянуть туда какие-то вентиляторы. Вот такой вам совет, кто не знал, как можно поступить с рассадой, которая уже в стаканчике и тесно. Пересадили и проблем нет. Подписывайтесь на мой канал. Кому было интересное видео, поставьте лайк. И до новых встреч. В следующем видео я вам покажу рассаду на подоконнике. Сегодня я вам повторюсь. 2 апреля сею парник. Завтра, 3 апреля, покажу, какая рассада на подоконнике. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Если вам нужны семена, заходите на мой сайт. Ссылка в описании. Качайте, там есть каталог. И по каталогу можно выбрать семена. Огутчики, дыни, кабачки, арбузы. Много-много всего. Цветы. Убирайте. Мы отправляем семена. Укрпочтой, новой почтой. Можно заказывать. И мы в кратчайшие сроки вам... Ну, в принципе, заказ приходит на второй день и отправляем. И вы успеете еще все посадить. Наши томаты еще не поздно садить. Можно до 10 апреля сеять под пленочку, в парнички, в ящички, на подоконнике. Можно все это высаживать. Будете с урожаем. С нашей сегодняшней ситуацией неизвестно, что будет в будущем. Поэтому свои овощи всегда актуальны. Будет что кушать, можно посеять. И если у вас есть участок, конечно же, вы будете всегда с урожаем. И в полный погреб у вас будет еды. Всем пока.